здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша тема посвящена новогоднему столу как подготовить себя на новый год чтобы действительно сохранить свое здоровье и мы прикрою пригласили в студию заведующую поликлиникой ульяновской областной клинической больницы глущенко надежду петровну скажешь пожалуйста петровна вот на самом деле приближается новый год и у людей очень много вопросов вот на самом деле как себя подготовить вот к этому шикарному до новогоднему столу есть много способов я знаю некоторые мои пациенты хотят соблюдать экспресс-диету я сразу говорю что ну для этого нет никакой необходимости экспресс-диеты это монодиета это или прием кефира или прием только например как какого-нибудь фрукта моркови и так далее то есть организм страдает от того что не не хватает не будет хватать белков они туда белков жиров углеводов минорных компонентов быстрые до эффект можно достичь вы похудеете быстро но ценой собственного здоровья вам это нужно а самое главное что эффект продлится совсем совсем недолго и вместо пользы для организма будет вред вы за я им всегда говорю что вы заметите что у вас стало обезвоженной кожи у вас появились какие-то неприятные ощущения желудочно-кишечном тракте зачем подвергать себя такой опасности если вы хотите похудеть измените образ жизни прежде всего это несколько всего самых самых простых советов посчитайте свой необходимый колораж пищи то есть если вы занимаетесь умственным трудом ну и небольшим физическим для женщин это достаточно двух тысяч килокалорий для мужчин 2 500 2 800 в каждом телефоне в смартфоне есть определенные программы куда вы вбиваете необходимое количество съеденной вами пищи и будет определен колораж сколько белков углеводов и жиров вы скушали не превышайте эти цифры и эффект не заставит себя ожидать сейчас на все женщины припали сразу к экранам слушать внимательно про эти диеты но скажешь просто вот а вы вообще как вот относится глобально к диетам диета но если и для этого есть необходимые медицинские показания какой-то уже есть сформированное заболевание и врач рекомендует придерживаться диеты например там ну не дай бог есть язвенная болезнь или желчекаменная болезнь да там есть определю определенные скажем так показания и определенные продукты которые можно есть нельзя есть если это для красоты а все хотят на в новый год выглядеть привлекательны и женщины кстати и мужчины я думаю что питание оно должно быть сбалансировано и должно быть не какому-то празднику а ежедневно ежедневно я говорю что нужно правильно вести правильный образ жизни заниматься спортом потому что похудение да можно похудеть можно вообще не есть тогда эффект будет достигнут гораздо быстрее но нужно лет можно заниматься спортом делать простые упражнения даже ходить с работы на работу если нет возможности ходить фитнес-зал как хотя бы 10 тысяч шагов пройти это это будет польза для здоровья и привлекательный внешний вид то есть физическая активность опять обязательно но и самое главное вот мы забываем об этом но организм худеет когда он худеет во сне во сне разлагаются те жиры которые ему скушали или те жиры которые мы накопили если мы ложимся в одно и то же время у нас хороший сон мы не там не дай бог где-то скажем так вообще режим сна не соблюдаем если не соблюдаем режим сна вы никогда не похудеть то есть правильно хотя бы питаться не переедать физическая нагрузка и хороший сон вот три простых совета чтобы вы были выглядеть привлекательно а возвращаясь к новогодним столом скажите вот ну не секрет что начинается где-то уже там в пять-шесть часов вечера уже люди потихоньку начинает подтягиваться новогодним столом как говорится да и вот у многих вопрос а как все-таки вот подольше сохранить себя доход чтобы не переесть не перепить даже вот как себя сохранить именно чтобы вступить в новогоднюю ночь значит там поднять фужер шампанского значит произвести какие-то тосты да павел сергеевич ну вы как рассуждаете как большинство наших скажем так граждан пациентов и так далее но новогодний праздник это не праздник живота это общение то есть если вы находитесь в хорошей компании до стола это не самое главное но и для того чтобы не передать есть тоже у меня все советы очень простые прежде всего это нормальный режим водный режим то есть часто мы переедание чувство голода путаем с тем что с жаждой то есть вот если выпить да вот прям настоящего застолья хотя бы стакан воды вы уже съедите гораздо меньше это простой совет совет хозяйкам не готовить столько чтобы все это оставалось потому что гости у нас все любимые родные приходят и чтобы уважить хозяйку старается съесть как можно больше заранее узнайте кто что любит и приготовьте любимое блюдо может быть для всех или для каждого или приготовьте шведский стол чтобы каждый мог подойти и там небольшую порцию взять себе столько сколько нужно чередовать еду и танцы прогулки на свежем воздухе новогодняя ночь такая такой у нас красивый сказочный город можно выйти погулять то есть чередование и еды и общение и прогулок я думаю что это новогодняя ночь гораздо лучше запомниться чем просто сидеть на столе и скушать все что мы смогли приготовить ну и нет никакой необходимости целый день сидеть и ждать когда же начнется новогодняя ночь нужно все таки вести может быть разгрузить этот день не съедать обычная скажем так его рацион но кушать нужно обязательно вот я задал вопрос как от всех телезрителей как вы сказали да а вы отвечаете не просто как врач да а еще как хозяйка такая радушно уже так представляет конечно 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 я уже задумалась о том какие я блюда приготовлю к новогоднему столу конечно ну не хочется быть банальной до оливье селедка под шубой это наше традиционное блюдо но все-таки можно разнообразить наш рацион и стол и заменить например те же тоже тот же майонез приготовить его самим до или сделать йогуртовый соус заменить подсолнечное масло на оливковое масло вместо того чтобы приготовить там какие-то сладости можно приготовить сладкие блюда из фруктов это тоже будет оригинально и скажем так новизна она всегда то есть ассоциируется новым новый год чем-то новым пусть она начнется с новых красивых интересных блюд снова в меню но я знаю что вы по специализации терапевт высшей категории да и еще слышал что вы отлично вдруг ранения да 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 я с вас этим поздравляю вот часто вас в вашей практике приходится вот именно вот ну как доктор вам вопрос такой все-таки вот рекомендовать пациентам прибегать вот каким-то там диетам или в чем-то себя ограничивать конечно конечно вы знаете при большинстве болезни социально значимых значимых болезней повышенная масса тела это фактор риска больным с гипертоническим бой с гипертонической болезни на начальных стадиях если нормализовать свой вес или количество медикаментов может быть уменьшится уменьшится а может быть сможем отказаться и полностью то есть я всегда пациенту рекомендую определенное количество калорий объясняю как их посчитать что можно что нельзя вот например с гипертонической болезни что это не должны быть блюда сильно соленые что лучше но они всегда говорят ну как же вот я вот мне нужно такой мало соленая у меня есть семья как же я этот все остальные будут страдать ничего никто страдать не будет вообще рекомендуют диетологи досаливать у себя в тарелке у каждого свой вкус и то что кому-то кажется недосоленым это для других это вполне нормально обязательно рекомендую рационы обязательно и даже вот в моей поликлинике на стендах при многих заболеваниях на дверях у кабинета врачей указаны диеты какие продукты предпочтительнее вообще мы никогда ничего не запрещаем есть можно все но на новый год на 23 февраля и на 8 марта то есть везде должна быть умеренность хорошо но я тоже согласен соглашусь с вами что вот наглядные материалы да они тоже играют роль большую я тоже себя по книге часто вижу центр подходит и читают обязательно потому что поход в поликлинику это не просто к доктору не про покажу пока он там что-то он общается с другими пациентами они это все обсуждают потом у них его есть возможность обсудить это с доктором это прекрасно глупый интересом хорошо скажи просто а вот возвращаясь к новогоднему столу алкогольные напитки просто опять же хочу от все от большого количества телезрителей спросить да ну я можно там немножко все-таки там алкоголя ну я например вот самый не пью поэтому как бы считаю что можно обойтись и без этого да можно как проводить весело время и как вы сказали двигатель активность какие-то игры какие-то развлечения да но ваше отношение все таки вот к этим вещам пол сергей вы прекрасно знаете что отношение не только моё но нашего министерства здравоохранения российской федерации они уже давно выявили ну скажем так вы правильно говорите можно не пить вообще это идеальный вариант но все-таки новогодний праздник у нас с традицией такие что немножко выпить 40 грамм этанола для мужчины и 20 грамм этанола для женщины считается безопасной дозой для печени скажем так это рюмка крепкого алкоголя водки или бокал вина в новогоднюю ночь я думаю что такое себе можно позволить если нет медицинских противопоказаний ну мы тоже в одной из программ тоже говорили о том что есть фактор риска до чрезмерно употребление алкоголя то есть не не то что там совсем не употребление чрезмерно употребление алкоголя поэтому все решается индивидуально и в принципе наверное не лишним будет наверно может быть пациента который имеет какие-то заболевания все-таки спросить у лечащего врача а без насколько ему что можно и в плане алкоголя и в плане диеты но наверное многие врачи наши скажут что конечно нельзя вот но как вы сказать что немножко наверно где-то я вам говорю что запреты они ни к чему хорошему не по не приводит и мы всегда пациентам говорим сколько можно сколько безопасно решает уже каждый сам я тоже с этим соглашусь и тогда вот еще такой вопрос вы сказали про ну продукты да вот какие там все-таки вот новогоднем стали какие должны быть какие нет вот наш взгляд все-таки что должно быть превалировать на новогоднем столе что больше полезно может быть сейчас конечно начнете с фруктов и овощей наверное да вы знаете но я говорю что меню оно должно быть сбалансированным и организму нужно и белки и жиры и углеводы это неправильно когда говорят что во время диеты нельзя употреблять жиры и углеводы это качественно неправильно это сбивает весь гормональный фон у человека и запускает очень многие механизмы болезни еда должна быть сбалансирована можно есть и углеводы тем более на праздничном столе и жиры но все это должно быть в меру порция должна быть с вашу ладошку а не с тазик я всегда говорю что если что-то случилось да даже на новогоднем за новогодним столом там переел человек или обострелся какое-то заболевание после этого всякие бывают случаи то мы медики всегда рядом мы всегда поможем всегда рядом я знаю о том что вот областная клинической больнице значит она работает все выходные дни да все новогодние праздники же вы работаете вы знаете у докторов как и у многих других профессий нет ни праздников не выходных и всегда есть и дежурные доктора и службы лабораторные и диагностические и хирургические мы готовы принять пациентов но лучше конечно не болеть и доводить себя до этого но больница работает в круглосуточном режиме и я считаю что если у человека случилось какое-то недомогание не надо ждать когда пройдут праздники и дожидаться как мы говорим осложнений есть симптомы надо обратиться вызвать скорую помощь я знаю что не только областная больница но и лечебные учреждения города и области тоже на посту они же новогодние не только в новогодние праздники но даже в новогодние ночь поэтому ждать к окончании праздников и дожидаться сегодня вдруг пройдет такого не бывает лучше исключить самое плохое да и сделать вывод что нужно что-то исключить может быть что-то может быть какие-то какое-то отравление или еще что-то но пересмотреть свой образ жизни в этом вот я хотел тоже вот к этому теме сейчас вот сказали отравление может быть переедание отравление конечно заболевание там есть же люди у которых действительно язвная болезнь там холецистокомический какой-то синдром там и разные другие давления вот не только ведь там переедание или алкоголь эмоциональное скажем так состояние ведь мы же и чувство радости и чувство огорчения приводит к эмоциям а эмоции не всегда если человек особенно пожилой организм может так вот перенести поэтому ситуации бывают большие мы всегда рядом ну то есть ни в коем случае не заниматься самолечением нет 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 ферментные препараты там спазмолитики какие-то глотать там да вы зачем прекрасно знаете что в любое заболевание прежде всего особенно в животе нужно исключить острую хирургическую патологию исключили лечение назначено ну пожалуйста его нужно выполнять его выполнить потом я думаю что новогодние праздники они настолько большие но не все все же эти дни сидеть за столом у нас прекрасные программы есть и на площадях и его концерты и в парках погулять я вот например обожаю в эти праздники в новогодние праздники семейные традиции это кататься с горы я всегда тоже катаюсь горы для меня это прям большое удовольствие их жду даже не больше чем из-за стола из-за того чтобы покататься с этой горы вспомнить детство ну и конечно новый год это семейный праздник да конечно в кругу семьи как как говорится все под присмотром да 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 все веду во все под присмотром и ну конечно возможность если есть и нет такой возможности когда близкие родственники особенно родители не вместе за праздничным столом конечно им нужно обязательно позвонить поздравить потому что мы ца им и они для нас сделали все эмоциональным от них очень зависим поэтому не забывайте своих родителей и только деток на петровна и вот продолжая тематику новогоднего стола я не могу не спросить вас вот многие телезрители это может интересовать как все-таки не получить похмельный синдром и вообще как не страдать от похмелья потому что многие телезрители все равно так или иначе будут пить алкогольные напитки вы знаете мой совет может быть самый простой это один знать дозу алкоголя лучше совсем не пить но все-таки нового мы реалисты новогодний праздник предполагает принятие алкогольных напитков знаете нет такой таблетки которые можно разломить и выпить сказать что вот эта таблетка от похмельного синдрома но можно нивелировать эти признаки подготовившись заранее медики провели исследование говорят что если накануне за сутки есть продукты содержащие большое количество йода такие как морская капуста креветки фенхуа то они стимулируют задержкой выработку гормонов щитовидной железы да она они стимулируют работу печени и обезвреживание алкоголя это один совет второй совет это за за 6 8 часов до застолья выпить таблетку аспирина эффект практически аналогичный то есть аспирин стимулирует выработку ферментов печени а печень у нас обезвреживает действие алкоголя и второй совет третий совет это желчегонные средства самое простое из них это сироп шиповника две столовые ложки стимулирует желчеотделения и обладает скажем так защитной функции на поджелудочную железу но это не значит что можно выпить большое количество алкоголя но есть такие люди которые даже маленькое количество алкоголя приводит вот к таким симптомы вот это это как раз для них самое главное это доза не перебирать знать свою дозу ну еще тогда такой вопрос раз уж коснулись этой тематики вот смешивание напитков во время новогоднего стола все-таки это лучше может быть не делать или если это делать то как это делать вообще совет он очень скажем так такой прямолинейный свеж смешивать спиртные напитки не рекомендуется особенно газированные спиртные напитки то есть шампанское да и пиво с какими-то другими сладкие ликеры вообще вы знаете же что существует определенные правила этикета и приема алкогольных напитков красное вино красному мясу к баранине говядине белое вино к рыбе курицы там к птице ликеры вообще пьются отдельно не скажем так не смешивая ни с чем это это проявление десерта даже тот же коньяк его по этикету пьет пьют в конце трапезы именно с кофе и не закусывают лимоном лимоном вы знаете историю с лимоном что это николай второй из-за того что у него не было чем закусить он выпил по ошибке коньяк и просто взял то что первое есть на столе лимон и все подумали что так и должно быть но на самом деле пошла традиция да и пошла традиция нет но водка традиционно закусывается жирными там холодцом даже мясом там и так далее вот я думаю что все это признаки хорошего тона но опять же хочу чтобы мы может быть это повтор немножко будет да но все-таки чтобы еще раз сказали что мы медики то рядом если что-то случилось какая-то проблема со здоровьем то обязательно нужно обратиться к медикам ни в коем случае не заниматься самолечением абсолютно верно ведь знаете можно подумать что человек перебрала на самом деле он просто-напросто отравился какими-то недоброкачественными продуктами что таить что бывает и суррогатный алкоголь то есть который приводит к очень тяжелым последствиям поэтому не надо стесняться лучше обратиться за помощью и преодолеть эту ситуацию без потерь для здоровья то есть под этой маской может быть даже катастрофа уже да и много других заболеваний которые связывают именно с употреблением алкоголя на самом деле это совсем не так ну и в заключении нашей программы я думаю очень интересная программа получилась у нас такая новогодняя какие вы бы может быть советы или пожелания нашим телезрителям сказали но вы знаете вот сохраняясь скажем так здоровье мы стараемся на новогоднюю ночь приготовить очень много еды я уже рассказала что нужно готовить столько сколько можно съесть и ни в коем случае не надо салаты готовить впрок смешивать их там с майонезом со сметаной и потом как мы говорим доедать три дня это чревато отравлениями это огромная нагрузка на поджелудочную железу на печень готовьте только то сколько можно съесть ни в коем случае не храните блюдо в холодильнике особенно блюда которые уже смешали со соусами то есть еще если отдельно можно хранить в течение 12 18 часов без заправки то уже если смешали это покушали и больше это кушать это не стоит не стоит но наш программ выходит новый год поэтому можем сейчас поздравить с вами наших телезрителей поздравить новым годом пожелать им счастья здоровья семейного благополучия удачи в новом году значит петровна делайте людям добро и вам она обязательно вернется с наступающим праздником с наступающим праздником с новым годом с вами мы увидимся теперь уже в новом году до новых встреч ваш доктор смирнов